Всем привет! Еще перед покупкой фрезерного станка я уже знал, что мне понадобится делительная головка. А так как найти делительную головку комплектного размера, подходящего для станка NGF, очень трудно. Конечно же, при этом всегда есть возможность сделать что-то свое, но это будет очень долго. После довольно продолжительных раздумий я решил пойти по более современному варианту. И купить поворотный стол в комплекте с делительными дисками. В итоге был заказан стол HV6 с диаметром 150 мм и четырьмя Т-пазами. Изначально снимать видео не собирался, так как обзоров на этот стол очень много. Но в итоге заснял такое небольшое live-видео на телефон. Что в итоге было в комплекте. В самом низу нашел инструкцию. Из плотной бумаги на английском языке. Но зато есть так называемая взрыв-схема сборки. Указываются характеристики различных поворотных столов. Места крепления, масса, задняя бабка, которую я покупать не стал. Видимо сворка делительного устройства. Тут таблица спецификаций. Помощь для деления. Уже было подумал, что ручки, которые закручиваются в комплекте нет. Но, опять же, в самом низу в пенопласте нашел ручку. На удивление все из металла. Не из гирали какой-нибудь. Не алюминия. Прям такое весомое, тяжелое. Как и сам стол. Вот как выглядит. Делительные диски. Комплект делительных дисков. Все в пленке. Все умазано. Умазано каким-то непонятным маслом. Со специфическим запахом. Видимо, такая консервация. Все миниатюрная. Маленькая. Но, на удивление, из металла. Тяжелая. Прямо вообще тяжелая. Комплект винтиков, болтиков, указателей. И три диска делительных. Думаю, инструкция. О них и говорится. Ну, и ручка с фиксатором на пружинке. Который, по идее, здесь должен быть. Самая неудобная вещь в этом столе сходу. То, что плоскость ручки стандартной. Точнее, ее границы. Находятся далеко за плоскостью стола. Как в нижнем положении. Так, на удивление. И в вертикальном положении тоже. То есть, вот, элементарно. Просто положить на стол. На обычную какую-то плоскость. Этот стол сам. Не получится. Либо рискуем со временем. Ну, ладно, если только просто поцарапать. А то и погнуть валы у червяка. Вот это вот самое первое, что бросилось в глаза по фотографиям. Оказалось, что, как минимум, в вертикальном положении плоскости не совпадут. Как и в случае с малогабаритными китайскими токарными станками. Но, скорее всего, и не только токарными. Стол явно производится также на одном заводе. Только, по слухам, в Индии. И на него лепятся различные такие вот таблички заказчиков данной конкретной партии. Сколько я столов не встречал, вот эта вот табличка нигде не совпадала. Ну, в принципе, нам это не важно. Скорее даже в плюс то, что от разных производителей детали должны будут подходить. Вот так приходится подкладывать. что-нибудь, чтобы лежал он не на рукоятке. В вертикальном положении то же самое, только высота чуть отличается поменьше. Поверхность стола явно шлифованная вот такими вот полосочками. и также явно после шлифовки уже фрезеровались вот эти вот пазы. И фаски, и канавки тоже. Так как здесь прямо на палец ощущается. При близком рассмотрении все же кажется, что это очень мелкая фрезеровка. Остаточные задиры, запилы и так далее и тому подобное. То есть, прижимы изначально вообще непонятно как стоят. Ну, в принципе, по общему качеству этого стола мнение уже, я думаю, все высказаны. И ничего супер-пупер я отсюда не ждал. Я знал, что тут скорее всего что-то придется допиливать, доделывать, пересматривать. В принципе, в рамках стоимости профессионального оборудования это, конечно, он стоит недорого. А вот для таких хоббийных мастерских скорее наоборот. Цена очень даже не маленькая. С условием того, что еще придется что-то допиливать, так это совсем никуда не годится. Но выбор определяет здесь не качество, не стоимость, а практически полное отсутствие альтернатив. Поэтому имеем, что имеем. Смочил 646 растворителем такую вот тряпку это ветошь, как раньше писали в книгах. Попробую, как будет реагировать штатная смазка, в которой тут все залито. Я так понимаю, да, растворитель хорошо и удаляет. Либо растворителем, либо каким-нибудь керосином. Похоже, что придется будет промывать практически все. Может быть даже разберу. Так как это штатная смазка, кроме неприятного запаха, неприятного ощущения, еще имеют какие-то клеющие свойства. Штена на себя всю стружку, все опилки соберет и пыль. Этого бы не хотелось. Вот так вот примерим. Ручка поворотная при этом. Вот она здесь подтягивается и свободно вращается. не в пример нашим советским станкам. Конечно, хочется надеяться, что вот эти зазоры удастся поправить. В зависимости от направления вращения маховика, червяк может сам подтягиваться или выходить из зацепления, если не обращать внимание на его затяжку. Сейчас он в хвостом режиме. Можно обращать руками. Вот здесь вот так поджимается зазор и сам червяк. Пока нужно попасть в зубья. Вот я попал. Все, пошел поворот стола. Совместно с ручкой. Примерно так все работает. Выставили нужный угол. Подтянули. Когда все это заработает, тогда можно будет подтянуть. Здесь аналогично. В общем, предстоит, как всегда, много работы. Надо будет все это проверить. Можно полностью разобрать. Мало ли, может быть там стружки полно внутри. Такое бывает. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания. До свидания.